В республике сложилась критическая ситуация по расчетам потребителей за поставленный природный газ. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Кимедин Мефтехудинов на пресс-конференции рассказал о критической ситуации с платежами за газ и какой есть выход из сложившейся ситуации. По данным на 1 декабря, потребители Чуваши задолжали компанию «Газпром Межрегионгаз» Чебоксары более полутора миллиардов рублей. Доля задолженности на муниципальные нужды – это 866 миллионов рублей. Другим говоря, это 66%. Особие тревогу вызывает эта теплоснабжающая компания. Это миллиард 42 миллиона рублей. Основные должники теплоснабжающей организации республики только коммунальные технологии не выплатили поставщикам порядка 577 миллионов рублей. Среди нерадивых платильщиков также теплоснабжающие организации «Шумерли», «АллатРи», «Маринско-Пасадского», «Козловского», «Вурнарского» районов. В Канаше половина суммы – это долги про трактор-вагона. Однако, по словам генерального директора, в этом муниципалитете, судя по всему, в ближайшее время задолженность будет погашена. Надеюсь, Канаш в ближайшее время, если юридические вопросы будут сняты про трактор-вагон, Канаш выйдет. Надеюсь, у нас добропорядочное взаимопонимание есть с этим городом. Надеюсь, он на лучшее, во всяком случае, строительство там двух-трех котельных, уйти от промо-трактора вагона. Как известно, по решению арбитражного суда в ряде муниципалитетов должников были приостановлены операции на расчетных счетах. По поручению правительства республики должники были обязаны разработать графики погашения задолженности и полностью осуществлены текущие платежи. Оговоренный срок 13 ноября уже прошел. Обязательства вновь не выполнены. Своей стороны, точнее, своя функциональная обязанность компания выполняет. Объем поставки на все нужды, необходимым количеством, необходимым объемом, качеством поставляет. А с другой стороны, свои договорные обязательства не выполняет. Естественно, нам остается обращение исполнителя власти, республики, глава муниципальных образований, правоохранительных органов. По словам Киемедина Мифтехуддинова, выход есть. Необходимо провести анализ финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций, чтобы понять, куда исчезают деньги. Ведь более 90% жителей своевременно платят за услуги ЖКХ. Сейчас же зачастую используется порочная практика, когда деньгами потребителей, предназначенными для расчетов за газ, пытаются закрывать бреши в своих проблемах. Преднамеренно банкротят предприятия. «Газпром» и «Жрегионгаз Чебоксара» крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и надеются на конструктивное решение проблемы.